пришло время основательно покопаться в этой весьма неоднозначной игре трейлер который вы сейчас смотрите в этом видео не будет детального разбора что в ней хорошо а что плохо какой фидбек и графика геймплей онлайн здесь мое субъективное мнение причем с точки зрения игрока на геймпаде оговорюсь сразу что смешивать игру с испражнениями толпы бизонов у которых метаболизм как у пернатых это мое право как потребителя данного продукта заплатил и могу высказывать свое титаническое недовольство в той форме которой позволяет мое воспитание и вспыльчивый нрав итак приступим игра автомобилиста 2 релиз позапрошлого года от студия рейза и как бы ни кричали многие с разных других каналов что физический движок от студии 397 которая сварганила на крутых щах али r factor 2 типа чумовой симулятор супер реалистичной физикой и калечащим здравый рассудок своим игровым меню так вот это не так рейза взяла движок от project cars 2 и по сути ничего не сделала нового навесила свои плагины на меню и немного доработала физику и кто будет утверждать что физический движок один а графический другой прошу вас вначале уточнить как под физический движок одной игры могут копипастом подходить сетапы настройки авто от другой игры и это не вдаваясь в более детальный разбор про лайфтрек 30 который считается создан специально для физического движка project cars ну да и бог с ним как говорится не будем копаться где здесь истина в деталях а поговорим по существу как так получается что решаю удалить эту игру основательно вот вроде бы смотришь на геймплей с других каналов и игра выглядит довольно красивый и вроде адекватная физика молнии дождь большое разнообразие авто и треков и стоит игра недорого как некоторые айресинге где ежемесячно с тебя требуют пинту крови или денег а иногда все сразу и даже я получил от игры немного приятных впечатлений и подобрал себе авто для входа так называемую пуму она довольно простая и понятная смог взять несколько рекордов на этом авто которые до сих пор никто не перебил но полагаю это мало кому нужно из того немалого количества игроков что бывают в этой игре раз в полгода и казалось что негодовать играй в свое удовольствие не жужжи а дело в том что играть то особо не с кем онлайн полтора человека и выборов то очень своеобразные админов поэтому и захожу изредка и гоняю тайм-триал так отвлечься от гонок и думаю тайка я попробую освоить авто из класса gt3 эти машины как давно уже пробовал но на геймпаде играть на них боль а тут они выкатили еще один патч черт ногу сломит какой он уже по счету и мало ли они что сделали что мне поможет и они это сделали и сейчас милые дамы и господа вы увидите как я побью рекорд лучшего времени на макларене gt3 на короткой версии трека интерлага с смотрим в левом углу по порядку расписаны времена текущий рекорд мое время последнего круга мое потенциальное время и прочее и вот смотря на поведение авто звуки моменты скольжения и сноса разве это похоже на продукт от создателей р фактор до тухлый труп там плавал они физика перфактора до во многих аркадах по типу for the horizon это физика выглядит более правдоподобной чем сие творение а хотите добавлю вишенку на торт эти авто я управляю на крестовине как тебе такое обладатель рекорда со временем 47 секунд и 543 сотых надеюсь у тебя sim racing оборудование на полмиллиона накуплено и смотря на то как тебя ставят в рабочую лошадиную позу с геймпадом ценой в полторы тысячи никчемных рублей ты ощущаешь весь кайф от накупленного инвентаря это конечно шутка не злорадствую а считаю что рулить надо на руле просто мне пока это не под силам из-за разного рода обстоятельств а вот и мое время 47 и 279 сотых и так те кто посмотрел это видео попробуйте побить это время и скажите стоит ли оно того чтобы какой-то чел загнул это время ниже по списку тупо на геймпаде и поймите правильно что не в помощниках дела а в самой игре когда я захожу в фактор хоть и проигрываю топом по 5 и более секунд с круга мне там нравится адекватность поведения авто играть там очень приятно и не слушайте малоразвитых которые будут относить это отрыжное блевотное детищи к движку от ир фактор ничего и рядом между играми нет в эту игру можно поиграть но как в детскую разновидность но никак не в полноценный симулятор большего внимания эта игра не заслуживает на этом все всем удачи и до новых встреч